За четыре месяца 2018 года на территории города зарегистрировано более сотни нарушений миграционного законодательства. 18 граждан осуществляли незаконную трудовую деятельность. Тему продолжит Эрнест Бавшин. 110 нарушений миграционного законодательства зарегистрировано в Муравленко за четыре месяца. 18 иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Причем 15 случаев выявлено только на одном предприятии. Юридическое лицо организовало поставку сюда, поставку буквально в массовом порядке трудовых мигрантов. Эти мигранты сразу были с ноябрьской встречины. Их централизованно доставляли в наш город на определенный жилой объект, расположенный на базе. Людей на этой базе помещали, у них забирались документы. Они целенаправленно отвозились специальным транспортом этой организации на объекты, где они осуществляли работу. Главная причина, по которой выходцы из стран Средней Азии пытаются трудиться в России в обход закона – это высокая стоимость трудового патента. Например, на Ямале она составляет более 8 тысяч рублей в месяц. Предприниматели ради больших заработков, забывая о своей репутации, нанимают на работу иностранцев, не оформляя никаких документов. Я всегда говорю, предупреждаю принимающую сторону, в которой могут выступать и юридические лица, и простые граждане, как физические лица, что за пребывание на территории Российской Федерации отвечает в большей мере именно гражданин Российской Федерации, который предоставляет ему жилье, который предоставляет ему работу. Вопросы соблюдения миграционного законодательства на контроле консультативного совета по этноконфессиональной политике. На прошедшем заседании глава города Александр Подорога отметил, выходя на торги, предприниматели для выигрыша контракта значительно занижают стоимость выполнения работ, причем экономят в данном случае на заработных платах работников. Почему прячут мигрантов, почему стараются где-то пойти на нарушение закона, а где-то и достаточно серьезно нарушают закон, потому что не хотят платить, платить достойную заработную плату. То, что касается бюджетного направления и затрат бюджета на выполнение тех или иных работ, я сразу скажу, что смета и стоимость контракта всех предусматривает выплату достойной заработной платы тем, кто эту работу будет проводить. За четыре месяца правоохранительными органами к административной ответственности за незаконное использование труда иностранцев привлечено 32 предпринимателя, наложены миллионные штрафы. Более того, за нарушение миграционного законодательства может грозить и уголовная ответственность. Что же касается незаконных мигрантов, то всех их депортируют из страны. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко.